Всем привет! Смотрите, сейчас идет пасхальная неделя Уже пятница А я с вами поговорю вот о чем Ведь сегодня же вообще нельзя работать физически Но Я на этой неделе Слышал От Анатолия Шария, Татьяны Мантьян Олесии Медведевой Из ясно-понятно блог Страна Юэй И прочих Скажем так, коллективно мыслящих О том, что вот Украинская Онлайн школа Является чем-то с некомпетентными учителями Потом Президент Сказал Что вот вы критикуете А сами ничего не делайте Мне вот интересно А этот самый Зеленский Вообще Чем занимался в квартале Критиковал А сейчас Занимается Ровно Противоположным Называется, как по мне Лисмерия высшего уровня И вот Почему-то Никто из вот этих вот всех политиков Себя Не ставит на место Школьника Я вот, друзья Сейчас, пожалуй Взгляну Именно с точки зрения Школьника На Сложившуюся Проблему Вообще Как Сейчас Вот В Украине Учиться Онлайн Видите Вот Зашел В Гугл Видите Вот Спасибо Всем Учителям До этого Было Вот Спасибо Всем Медикам Спасибо Всем Коммунальщикам То есть Друзья Не все Сидят Дома Как Того Просит Гугл Ведь Если Все Сидели Дома То Сейчас Электричества Не было И ты Был Тот же Компьютер И не Смог Был Включить Видите Вот Множество Там Интересных Видео Вот Смайликов Стихи Розой Розой Он даже Есть Видите Чудеса Методическая Копилка Смотрите Смотрите Я школьник Я живу В Купинск Узловом Вот вопрос Зачем мне Смотреть М1 Эту Украинскую Школу Онлайн Если Мне Домашнее Задание Задает Мой Учитель Вот Те все Блогеры Они Все Вот Критиковали Учительницу Эллу По истории Ну возьмем Историю Зачем мне Эта Элла Нужна Если Она Учит Детей К примеру В Киеве А я Из Купинска Злового Зачем Оно Мне Надо Более Того Мне Даже Не Надо Учительница Допустим Анна Шитова Которая Вот Ведет Историю Украины На телеканале КИД Купинска Мстонное Телевидение Потому что В микрорайоне Юбилейном А я Из Купинска Злового Мне Нужна Купинска Гимназия Номер Три Поэтому Видите Вот Захожу Купинска Гимназия Номер Три Видите Вот Начальна Выховный Комплекс Школа Гимназия Номер Три Селище Меського Типа Купинска Зловой Харківська Область Официйна Сторинка Вот Видите Пятнадця Семнадцятый Квитня Две тысячи двадцятого Року Вот Увага Друзья В нашей школе Висим Десят Року Последние Звонки Ну я так понял Друзья Что это Устаревший Сайт Хоть и Страница Официальная Это Надо Наверное Перейти Вот сюда Где написано Увага Новый Сайт Переходим Так по сути Скорее всего Абсолютно Во всех школах Украины Посоздавали Новые сайты Потому что Обычно Новость Публикуется Раз в месяц А тут Надо Публиковать Новость Каждый день Так как Расписание Может В любой момент Измениться Вот видите Событий Не запланировано Так Объявление Карантин Публичная информация Вот Образовательный Процесс Во время Карантина Так Дистанционное Образование Нажимаем Так Математика Украинский язык Литература Меня интересует История Да Ведь история Это Самая обсуждаемая Тема Я так понял Для политического Блогера Заходим Математика Там, друзья, что-то я смотрю, оно аж чересчур тормозит. Вот, учителя Баринова, это математика. И в осенках, еще история помечена. Наверняка вот здесь вот все предметы набросали. Достаточно, в принципе, не буду сюда заходить. Так, что-то у нас еще есть. Вон, Шапарь, тоже историк. Но мне, друзья, не нравится, он, блин, сильно несерьезный человек, скажем так. Вон, даже есть Городилова Лариса Ивановна, моя классная руководительница, преподает английский язык. Капи Ирина Викторовна, биология. А эта школа закончена еще в далеком 2007 году. Купинскую гимназию номер 3. Короче, друзья, я так понял, что оно будет все виснуть. Поэтому проще скачать сразу файлы. Так, ну, что ж, чтобы все это долго не тянулось, я уже скачал предварительно. Поэтому вот сейчас посмотрим. Это, по сути, загрузки на диске C. Так, смотрим. Так, смотрим. Открываем расписание на этой неделе. Смотрим. Видите? Задание для дистанционного обучения по истории Украины и правоведению. Учитель Зелененко Светлана Анатольевна. Так, 11-й Б, 6-й А, 9-й А. Вон, готы и гуны на территории Украины. Где полторы тысячи лет назад эта Украина, непонятно. Ну, наверное, имеется в виду уже современная Украина. Надо тут было дописать на территорию сучастной Украины. Ну, почему-то не дописано. Ну, да ладно. Смотрим дальше. Тут про патрициев, плебеев, консулов, императора. Начало великого переселения народов. Агрессия России против Украины в 2014 году. Российско-украинская война не в честье. Почему тогда в ООН считают, что это гражданская война? Точно так же, как война в Чечне, в России в 90-х. В общем, друзья, пропаганды, к сожалению, тоже хватает. В нашей школе в Купинску-Зловом. Так вот, сегодняшнее число. 17 апреля, пятница. Украинский вопрос в международной политике перед Второй мировой войной. Советско-немецкие договора 1939 года. Начало Второй мировой. Украинцы в польской армии, раскол УУМ, оккупация. Ладно, допустим, бывшие территории Западноукраинской Народной Республики оккупировали. Но вот вопрос, а что здесь делает Южная Бессарабия? Южная Бессарабия, это что вообще, они были в составе Румынии. Странно, это что получается? В независимой Украине уже Украина оккупировала Бессарабию, оккупировала Буковину. Мне вот одно удивляет, а почему тут Закарпатья нету, которая так же оккупировала Украина у Венрии? Вот мне интересно, вот, Вася Ломаченко, ты ж известнейший боксер, ты ж из Белгород-Днестровского, этой самой Южной Бессарабии. Заяви вот этим всем придуркам, как надо любить Родину. Так, а ну-ка, давай-ка посмотрим, что было на прошлой неделе, я аж заинтересовался. Высадка англо-американских войск в Италии, Наднепрянская Украина, Столыпинская, ну-ка подожди, аграрная реформа. Превращение христианства Римской империи. Что там, блин, было? Берлинский кризис, война в Корее. Так, я-ка, пожалуй, посмотрю, блин, про Днепрянскую Украину и Столыпинскую реформу. Так, просмотрах видеоурока, да? Проще-проще будет взять, копировать ссылку, перейти, наверное, в Гугл, потом в Ютуб, почему-то так нажмешь, по-другому зависнет. Копировать. Так, ага, смотрите, прикол, уже пропало, спасибо учителям, называется школьный процесс. Закончился. Это как раз сейчас по времени седьмой урок, и все. Обычная эмблема Гугл. Так, переходим в Ютуб. В общем, я перехожу на свой блог, канал Слаба Жанщина. Так, сейчас ставлю эту самую сеть. Ссылку и посмотрю, что это за такой видеоурок по истории. Путно буду нажимать паузу, и с тем, чем я не согласен, буду комментировать. Так что, этот видеоурок мы будем смотреть вместе. Смотрите, вот, история РФ, история Украины. Считаю, что университета Тараса Григорьевича Шевченко. А, это рекомендации идут. В общем, я так понял, мне сюда готовиться к зовничному, вот, изоложенному отсиневанию. Десятый класс. Да, все правильно. В России это называется ЕГЭ, Единый Государственный Экзамен. Так что, друзья, вот, у нас всех вот, считаю, что декоммунизируют. Примерно, по одной и той же самой схеме, просто термины разные. Так, почитаем комментарии, наверное, для начала еще. Интересно тут. Одни, наверное, ароматюхи, да? Как от вот этой вот Татьяны Монтиан. А ну-ка, читаем. Спасибо за видео. Спасибо. В общем, я так понял, одни благодарности. Вон, очень хорошая ведущая. Ну-ка, вот это, что происходит. Что-то интересное за ответ. Ага. Ну, по учебе, ну а что, не просто так же зашел, да? От нечего делать. Здравствуйте. Под понятием Украина. Надо понимать. Одновременно. Малороссийские губернии, Новороссийские и Украинскую губернию, которая называлась Харьковская губерния. То есть, вот сразу три термина. Слушаем дальше. Вступная таблица. У період 1900-1903 року, коли в Російській імперії мала місце економічна криза, селянство потерпало від перенаселення, малоземельня, низких врожаїв. Дуже высокими были цены на аренду земли и низкие цены на сельско-господарские продукты. Великими были податки и численные повинности селян. Вот на этом примере мы и рассмотрим повинности селян. Натуральные повинности, которые имели нести селяны в данном уровне. Тут надо отметить, что имеется в виду вообще на всей территории Российской империи, а не только на Мало-России, Новороссии и Украине. В случае Киевской губернии. Первое. Останка подвода перевезения військовых вантажей. Это подводная повинность. Ремонт дорог, канал, переправа. Дорожная повинность. Несення варти в селища, в церквах тощо. Вартова повинность. Супровид арештантів. Етапна повинность. Ремонт громадских и церковных будей, гасинья пожежейш та інше. Это еще одна повинность. И это далеко не полный перелик тихи повинностей, которые имели нести селяны. Становище селян на початку ХХ столеття было критичным. Царский уряд, начальник с Петром Столетином, разработал проект реформи. Мета цієї реформи – «Зведение распороженных земельных володинь сельской громады в одни цели, подел земель громады на окременные самостейные селянские господарства, передача общинной земли у приватную властность селянам, возможность ее подальшого продажу и дозвіл селянам виходить из общины». Справа в том, что у сельскому господарстві домінувала селянская община. Селяни не были наделены землею, не мали права выхода из общины. И от теперь реформа 1906 года позволяет селянам надавать землю. Селянин мог отримати відру, тобто селянское господарство, яке утворювалося в межах села, де він проживав. Або хутер, переселитися на хутер. Це селянське господарство, яке утворювалося за межами села. Створення на селі прошарку заможних селян, сучасною мовою фермери, це була мета царського уряду. Саме на заможних селян Петро Столипів і розраховував по-дальшому спиратися. Крім того, необхідно було запровадити ринкові відносини на селі. Оскільки у селян не було коштів, було створено селянський поземельний банк для кредитування селян. З одного боку, селяни могли взяти там позичку, але з іншого боку, вони попадали в кабальну залежність від селянського поземельного банку, бо їм нічого було віддавати і розраховуватися по кредитах. Під час проведення реформи Петра Столипіна селяни несли немало ризиків. Ну, по-перше, руйнувався уклад, який складся віками у селянському середовищі. Неможливість зміни на ділу, а в общині був такий порядок. У цьому році селянська сім'я отримує один земельний наділ, де кращі землі, в іншому, де гірші. Наступного року середні якості землі і потім все так повертається. Тут неможливо було змінити наділ. Відсутність звичної підтримки общини для багатьох селян була критичною. Хутірське господарство в дуже багатьох випадках являло собою цілинній перелогні землі. Для того, щоб їх обробляти, повинен бути ременент, якого у селян не було. Як проходив хід реформи? По-перше, в дуже багатьох губерніях і повітах України не було насильницьке проведення реформи. Хотіли... Блин, ну, значить, чому Україна сказала б уже Російська імперія? Не, блин, обязательно треба було Російська імперія глотнути і сказати Україні. Ну, от зачем? Селянову сібарка і тебе за такою б не назвали. Селяни виходити з общини чи не хотіли, їх ніхто не запитував. За допомогою урядників їх змушували покидати общину. Значна частина селянських господарств зазнала банкрутство і прийшли до стану найманих робітників. Власниками землі в ході реформи могли стати лише 8% селян, які володіли 15% общинної землі. Але існував і позитивний бік аграрної реформи. Підвищилася вражайність та товарність зернових, тому що застосовувалися машини в господарствах як заможних селян, так і поміщиків. Селянська реформа в Україні, треба зазначити, була... Теперь внимание! Що ж такое Україна? Смотрим. Європейський виборний Росії. 24%. Це ввідомо якраз і є. Європейський виборний Росії – це і є. Іменно Україна. Це Харків. Це сумма. Точно також, як, допустим, в Курскі. Європейський виборний Росії і в Костроме. Виход християн із общини, він був одинаковий. Тобто це і є. Считаю, що та імперія, яка до того, як стати Харківською, називалась Слобоцко-українська губерния. От. Європейська Україна – це Новоросія. І правобережна Україна – це і є Малоросія. Смотрим далі. Велася більшими темпами, ніж в інших регіонах Росії. На початок 1916 року селянські господарства в європейських губерніях Росії лише 24% вийшли з общини. На півдні України – більше 34% і на правобережній Україні – майже 51% українських селян вийшли з общини. Тому що індивідуальне господарство українців переважало над общини. Для того, щоб спонукати селян уникнути аграрного перенаселення і малоземелля, було запропоновано організувати переселенський рух. Організований характер переселенського руху забезпечувала влада. Більше половини українських селян переселилися на неосвоєні землі Томської і Ахмолінської губернії. Якщо взяти на загал, то до 1914 року з українських губерній виїхало майже півтора мільйона селян. Але практично кожен четвертий повернувся додому. Чому? Які причини спонукали селян повертатися туди, де їх практично ніхто не чекав? Ну, по-перше, незвичні природні умови, в які вони попадали під час переселення. Причем, условия були настільки необычними, що не було матеріалу для строительства хати-мазанки, то есть традиційного жилища для юго-западной части Российської імперії. На крайнях нельзя було даже построити казачий курень. Все, що можна було построити, це що-то із дерева, там, ізбу, чум, ну, і на крайнях юрту. Тому що це сибірська степь. Офіційно в документах Российської імперії сибірське степне генерал-губернаторство. Тобто, т.е. із юго-запада крестьяне ехали по железной дороге в ту же Томську губернию. І тут учительница допустила ошибку Акмолинську і область, так як Акмолинська губерния образовалась в 1921 році і существовала по 1928. Була ще Семипалатинська область, і на севере там був такий себе город Омск, який став столицей Сибірської республіки. Таке було образовання, що существовало в 1917 і в 1918 році, в якому руководив адмирал Колчак. І в цьому Омскі, ще при Російській імперії в ХХ векі, там був генерал-губернатор і наказной атаман Сибірського казачього війська. І були ще атаманів, яких избирали, то есть выборний, ну аналог того же Єдьмановольська-Запорожського, то есть низового. І був ще атаман Серого Кліна, то есть такой атаман, який выбирали непосредственно переселенці з юго-запада Росії. Називалось це все Серий Клін. Але, опять же, тема Клінов – це тема вже інститута, а не школи. Був ще зелений Клін – це Дальний Восток, Малиновий Клін, Кубань, Желтый Клін, Нижняя Поволж'я. Но, учительница сказала, большинство ехало в Сибірський степь. Все. Ей интересно только большинство. Тима Клінов ей неинтересна. І малоросів с новоросами, допустим, она называет українцями, потому що це школа. Це просто. Нечего, друзі, слишком сложным інститутским школьникам забивати голову. А об інститутском я вам расскажу вже в своїх следующих видео. Якщо вам интересно, то підписуйтесь на канал. І я вже не буду прерывать учительницю. І она з вами попрощається. Відсутність реальної допомоги на місцях, хоча на місцях, хоча була обіцяна така допомога. Відсутність ремоненту для обробки цілинних та перелогов на земель. Мало місце у шуканству місцевих урядовців. І дуже-дуже багато селян розгорювалися. І тому кожен четвертий селянин повертався до своїх рідних домілов. Підсумки. Якості підсумків ми можемо зазначити. Що аграрна реформа сприяла розвитку ринкових відносин на селі. Закріпленню общинної землі за селянськими господарствами. Формування численного прошарку заможних селян. В Україні суттєво зросла кількість індивідуальних селянських господарств. Однак реформа не змогла розв'язати проблем, існуючих в аграрному секторі. Дякую за увагу. До зустрічі.